Итак, мы сегодня поговорим про омниканальность. Приставка Omni означает всеобщность. И в контексте CRM это означает готовность общаться с клиентом в удобном для него канале. Лет 10 назад об этом термине никто не знал, поскольку не существовало подхода к объединению каналов коммуникации. Однако мир не стоит на месте и технологии эволюционируют. Особенно это заметно в технологиях связи. Если 150 лет назад мы отправляли друг другу сообщения с помощью посыльных и почтовых голубей в основном, то сейчас мы с легкостью отправляем данные по оптоволоконным кабелям. И это доступно для любой глубинки. Вместе с технологиями развивается бизнес. И компании, которые не готовы перестроиться под новые тенденции, которые не готовы к новой скорости обмена информации, покидают рынок и уступают место более молодым, современным. Если вы видите эти симптомы, то ваш бизнес явно может чувствовать себя лучше. Клиенты не могут связаться с вами, ваш менеджер отвечает слишком медленно, вы не перезваниваете на оставленные заявки. Что ж, вы даете отличные шансы конкурентам, но ведь, наверное, не этого вы хотели. Потери в коммуникациях сегодня означают для бизнеса огромные потери в деньгах. Поскольку с момента начала товарно-денежных отношений основной инструмент, который помогает принимать решения о покупке, это общение. Именно в разговоре мы можем выявить потребность или отработать возражения. Правда? Мы привыкли общаться. Привыкли общаться в разных каналах. Мобильный телефон, несколько ящиков в электронной почте и небольшой набор аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Все то, что помогает нам сегодня общаться. А как вы думаете, сколько в среднем аккаунтов, соцсетей и мессенджеров приходится на одного интернет-пользователя? Кто считает, что 3-4? Поднимите руку. Остальные знают статистику? 7,6. Когда я увидел эти цифры, признаться, я не поверил. Думаю, ну как же так? Вот у меня есть два мессенджера, Facebook. Откуда 7? Начал считать. Получилось 12. Это только те, которые я проверяю как минимум раз в месяц. Думаю, ладно, я человек активный, много общаясь по бизнесу. Возьму старшее поколение родителей. Взял несколько человек, начал считать. У одного 6, у другого 7. Пожалуй, этим цифрам можно верить. Мы привыкли общаться так, как нам удобно и там, где нам удобно. И того же мы ждем сегодня от общения с компаниями. Но компании сегодня не могут этого дать, потому что это дорого и сложно. Как же помочь бизнесу общаться с клиентами, когда у клиентов многообразие каналов, а менеджеры едва успевают разбирать электронную почту и отвечать на звонки. На самом деле выход есть. Выход есть в Bitrix24. Вы можете подключить все популярные каналы коммуникации к CRM. Телефония, электронная почта, социальные сети и мессенджеры, онлайн-чат, обратный звонок, CRM-формы. Все не только легко настраивается, но и легко встраивается в вашу инфраструктуру. Здесь вы видите небольшой виджет, который устанавливается на сайте одной строкой скрипта. Настраивается за несколько минут и объединяет в себе бесплатный онлайн-чат, форму обратного звонка и CRM-форму, будь то, например, обычная обратная связь или заявка. И мы дальше рассмотрим некоторые инструменты более подробнее. Один из них – это открытые линии. Тот инструмент, который развяжет руки вашему менеджеру продаж. Как же он работает? Для начала вы подключаете все доступные, которые вам нужны, каналы коммуникации. Это может быть ВКонтакте, Фейсбук. Здесь на слайде перечислено несколько. Также есть мессенджеры. Это Viber, Skype, Telegram. Там анонсирован WeChat сегодня на презентации. И когда клиенты пишут вам открытые линии, собирают обращения клиентов в одном канале, проверяют клиента по базе в CRM. Если его там нет, создают лид, распределяют обращение клиентов между менеджером согласно правилам очереди, отправляют ответы менеджеров обратно туда, откуда написал клиент. Для менеджера это выглядит как единый инструмент, единый чат. Больше не нужен зоопарк различных программ, мессенджеров. Все работает в одной системе. А для клиента это выглядит как ответ менеджера именно в той среде, где он отправил сообщение. Мне кажется, это очень круто. И жаль, мы сегодня не можем продемонстрировать это вживую. У нас ограничен тайминг. Но на данном видео мы попытались это показать. И это реально работает. После меня будет еще один доклад. Марина расскажет интересный кейс по использованию этого инструмента. А мы пока дадим один небольшой практический совет. Когда используете открытые линии, настраивайте служебное сообщение. Люди, когда пишут вам в мессенджере, ожидают моментальной обратной связи. Это чат, это формат чата. Поэтому если вы не уверены, что ваш менеджер способен ответить моментально, сделайте так, чтобы это сделала система. Например, вы можете просто поприветствовать клиента. Или указать ваше время работы. Если вы работаете, например, с Владивостоком, а менеджер у вас в Москве. Или очень интересный кейс из Америки по использованию служебных сообщений. Здесь вы видите виджет и подсказку к виджету, которая настраивает служебное сообщение. Обычно тут пишут, привет, напишите нам. Коллеги указали реальное предложение, реальное условие промо-акции. Несомненно, это конвертирует в диалог гораздо выше. Гораздо лучше. И указывайте всегда фотографию. Фотографию живого человека, поскольку улыбка вашего менеджера располагает к покупке гораздо больше, чем аватар. Следующий инструмент – это электронная почта. Инструмент, который остается популярным в корпоративной среде. У каждого сотрудника есть свой ящик. У групп сотрудников создаются определенные групповые ящики, например, для работы с клиентами по разным сценариям. В Btricks 24 можно подключить как индивидуальные, так и коллективные ящики. Оба сценария работают. При этом вся почта остается в привычном для менеджеров, для сотрудников клиенте, будь то Outlook, например, или Mail, чем пользуетесь. И она же прикрепляется в CRM, в карточку контакта. Ну вы, наверное, смотрели сегодня презентацию. Там много новинок по электронной почте, поэтому этот слайд немножко утратил актуальность. Но пока мы дождемся релиза, вы можете использовать уже сейчас. Подключайте не только ящики менеджеров продаж, но и ящики других сотрудников, которые работают с клиентами. Так вы получите полный портрет, полную картину общения с тем или иным клиентом. Еще один совет. Если у вас не подключена почта для домена, это, например, Иван Иванов, собачка, mycompany.ru, сделайте это с помощью Btricks 24. Это быстро, бесплатно и дает удобство не только в простой интеграции с CRM, но и в возможности управления ящиками в домене. Следующий инструмент – телефония. И говоря сегодня про CRM, сложно представить ее без связки с телефонией. Не имея в CRM данных по звонкам, записей, вы не сможете составить ни портрет клиента, ни проверить работу менеджеров. А сценарий интеграции очень простой. В момент звонка показать карточку клиента с данными о клиенте, с историей коммуникации, с историей сделок. Если клиента еще нет в CRM, сохранить его данные в лид. После разговора записать информацию о звонке и прикрепить запись разговора. Правда ведь выглядит просто. И совет. Приветствуйте клиента по имени. Всеми ценим персональный подход, персональное обращение. Я всегда, когда звоню в компанию за каким-то продуктом или услугой, и слышу там в конце «Здравствуйте, Василий», мое лицо расплывается в улыбке. Конечно, я знаю, что там работает CRM. Но, тем не менее, приятно, когда люди стараются найти персональный подход. И, согласитесь, получить такой кредит доверия очень важно. Особенно, когда это в начале разговора и это про продажи. Вся информация есть на карточке клиента, которая всплывает во время звонка, но, тем не менее, мы на этом не остановились. Мы разработали решение по интеграции с Asterisk, и в своем решении оно доступно в Marketplace. Выводим имя клиента на экране телефона. Это реально выручает в случае, когда нет времени на то, чтобы отвлекаться на что-то. Достаточно просто посмотреть, кто звонит, поприветствовать. Привет, Иван. И договориться на выгодных условиях. Мне кажется, это круто. Итак, в телефоне все звонки попадают в CRM. У вас вся информация для персонального общения. Подключается просто. А на вариантах подключения мы остановимся. Итак, первый вариант, самый простой. Это аренда номера. Вы выбираете номер в нужном вам регионе. Оплачиваете, пополняете баланс, настраиваете виртуальную ОТС. Это очень просто. Достаточно настроить очередь, выбрать функции, которые вам нужны. Может быть, вас заинтересует MVR или голосовое меню, как его еще называют, или оценка разговора в конце разговора клиентам. И телефония находится в вашем Bittrex 24. Неважно, в облаке, в коробке. Если у вас есть внешний ОТС, вы можете подключить ее через SIP-коннектор. В таком случае голосовой трафик будет передан на сторону Bittrex 24. И очередь, опять же, вы настраиваете в Bittrex 24. Телефонный аппарат, если необходимо, также подключаете к этой виртуальной ОТС. Если вас такой вариант не устраивает, есть каталог готовых приложений по интеграции с телефонией. Мне кажется, в этом каталоге сейчас не представлен только самый ленивый телеком. Посмотрите, есть большая тройка, есть основные виртуальные ОТС, есть астериск. Если вам этого недостаточно, есть еще один вариант. Рест API. Подключайте телефонию так, как вам удобно. Можете создать свою интеграцию. И это основные инструменты, но подключить основные инструменты еще недостаточно. В современном мире большая плотность информационного потока. И нужно что-то с этим делать, давать менеджерам возможность работать эффективнее. Конечно, в этом поможет автоматизация. Вы, наверное, уже не раз сегодня слышали это слово. Что такое автоматизация в общении? Во-первых, когда данные попадают в вашу CRM, они сохраняются там. Несмотря на то, что ваш менеджер работает всего 8 часов в сутки, CRM работает 24 на 7, не просит внеурочных. Поставит задачу менеджеру, и менеджер на следующий день перезвонит клиенту. Но на этом только начинается автоматизация. Следующий вариант – это сервисные ответы клиентам. Мы очень рекомендуем пользоваться. Например, по сценарию следующему. Клиент пишет вам на сайте, форма обратной связи, оставляет заявку. Отправьте ему смс-ку или имейл о том, что вообще он услышан. О том, что он вообще кого-то интересует, он не пойдет додумываться. А вообще пришло, не пришло, когда со мной свяжутся. Говорите те сроки, которые вы можете выполнить. Ну и, конечно, ставьте сверхзадачи. Следующий вариант – это перемещение между стадиями сделок. Например, у вас сделка дошла до какой-то стадии, перемещается в товар отгружен. Отправляйте смс, отправляйте имейл. Мы, например, много работаем с клиентами. Они всегда просят нас сделать статус «клиент думает». Что такое «клиент думает»? Ну это когда мы уже отправили ему информацию. Вот вроде все у него есть, ему надо немножко времени на подумать. Как вы думаете, 90% в такой CRM потерь где находятся в этом статусе? Менеджер просто забывает в текучке дел про то, что у него есть уже практически готовая сделка. Настройте имейл, пусть система отправит его от имени менеджера. Напишите клиенту, что мы давно не общались с вами, что вы решили. Следующий вариант автоматизации – это автоматизация на уровне мессенджера, это чат-бот. Чат-бот может подключиться, когда клиент пишет вам в открытую линию. Есть несколько сценариев, как он может помочь. Это первое и самое логичное – это познакомить клиента с какой-то базовой информацией, которая есть у вас. Вы можете, например, отправить текстовое меню, клиент сделает выбор, походит, посмотрит, что вообще есть. Или, например, вы можете анализировать запрос клиента, выбирать ключевые слова и отображать релевантный ответ из базы знаний. Хорошо работает сценарий, он помогает дать немножечко тайм-аут менеджеру, ответить не сразу. То есть пока клиент приходит, играет с чат-ботом, менеджер уже видит потребность и может уже ответить конкретно. То есть экономится время. Еще вариант напомнить оператору о клиенте, если решение вопроса затянулось. Например, менеджер ушел думать или пошел в соседний отдел уточнить информацию. Прошло какое-то количество времени и оператор забыл вообще, что клиент есть. Чат-бот ему напишет об этом в привате. И третий сценарий, конечно, интересует всех владельцев бизнеса. Проновать интересен тем, что некоторые клиенты приходят уже с готовым решением. И у них есть только один вопрос, куда нести деньги. На такой вопрос чат-бот может дать ответ. Он может дать ссылочку на серую форму, которую вы интегрируете с платежной системой. Собственно, на этом все. Здесь есть небольшой ролик. Опять же, мы готовы продемонстрировать все вживую. Тем не менее, здесь мы показываем, как мы настроили своего чат-бота. Мы часто экспериментируем с ним. Вот сегодня он выглядит примерно так. Марина, кстати, тоже будет что-то говорить про чат-бота, насколько я знаю. А у меня время подходит к концу. И я надеюсь, что у меня получилось за эти 20 минут убедить вас, что омниканальность – это все-таки простой шаг к росту продаж. Спасибо вам за внимание. Ищите меня в Facebook. Добавляйтесь. Я с удовольствием отвечу на любые вопросы. У меня здесь, видимо, время не позволяет ответить это в реал-тайме. Но ищите меня. Вы можете написать в мобильное приложение, я передам все вопросы, либо встретиться после доклада с Василием и поговорить с ним. Спасибо. Может, вы расскажете еще немного. У нас есть две минуты целых. Конечно. С каких каналов больше всего, допустим, приходят сообщения? Какие больше клиенты коммуницируют с вами? У нас немного нестандартная точка входа. У нас основная точка входа – это наше приложение по интегрированию с Asterisk. И клиенты приходят по большинству именно за поддержкой. Приходят больше всего именно из того Bitrix24, в котором они установили наше приложение. Мы при установке приложения создаем открытую линию. И клиент видит, что в целом ребята готовы общаться. Они пишут нам и получают ответ в своем Bitrix24. Это очень удобно. Никакого дополнительного инструмента не нужно. Но, опять же, у нас достаточно специфичный сценарий. Марина немножечко пересекается, поэтому мы можем дать ей немножко больше времени. Нормально? Успеваем? У нас еще есть минута. Окей. Хорошо. Может, есть вопросы? Именно из социалок и из мессенджеров. Фейсбук у нас. Фейсбук работает. Ну, на этот вопрос еще нам Марина расскажет. Там будет цифра. Потому что они очень много общаются вообще во всех каналах, присутствуем, и к нам пишут. И Марина имеет вообще цифры, поэтому она больше подробно всем это расскажет. И в связи с этим я, наверное, отпущу уже Василия. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.